Я к вам приехал с Алтая, из города Барнаул. Это наш первый проект совместно с фондом Потанина. Называется он «Спорт-туризм против рака». Принцип у нас такой, что мы реализуем наши проекты в содружестве с другими организациями. И вот этот проект мы реализовали совместно с организацией «Вместе против рака», с которой мы давно работаем, дружим и с которой мы знакомы. Вот из названия нашей организации сразу понятно, что мы путешествовать очень любим, очень любим туризм, очень любим спорт, потому что посмотрите, какие красивые виды у нас. Это те места, в которых мы живем, естественно, вот эти места, они позволяют вот этими вещами всеми заниматься, а люди, которые там живут, очень любят эти вещи. Вот наши участники. Цель применения технологии – это повышение качества жизни людей, перенесших онкологические заболевания и находящихся в периоде реабилитации, благодаря использованию спортивного туризма как одной из составляющих здорового образа жизни. Если говорить тем языком, вот на котором мы писали этот проект. У нас целевая группа – это люди, которые уже перенесли онкологические заболевания, которые находятся в стадии ремиссии, в процессе реабилитации. Возможно ли другие целевые группы, с которыми можно применять эту технологию? Да, возможно. И, в принципе, мы уже использовали эту технологию и с другими организациями, с другими целевыми группами, такими, например, как неполные семьи, семьи, в которых детей воспитывают только папы, там, где нет мам. И наоборот, это семьи, которые многодетные, которые не имеют возможности заниматься тем, чем мы даем им возможность заниматься, благодаря сотрудничеству с нашей организацией. Основные составляющие технологии мы их разделили на две части. Первая часть – это подготовка общественных инструкторов, которые, получив знания, навыки, затем уже работают самостоятельно, привлекают новых участников нашего проекта в том, чтобы участвовать в наших мероприятиях. Изначально было проведено обучение этих людей, общественных инструкторов. Это как бы теоретическая такая часть, в которой мы рассказывали историю и культуру народов Алтая, особенности жизни в походе и безопасность в походе. И безопасности мы уделяем очень большое внимание, потому что перед тем, как людям заниматься каким-то видом спорта, изначально хорошо бы понимать, какие опасности и какие трудности могут их ожидать и как их избежать. Кроме того, перед тем, как начинать заниматься уже спортивной составляющей, лыжными гонками и прогулками на велосипедах, тоже изначально люди получали инструктаж по безопасности, и с ними работали специалисты, которые давали информацию, каким образом это делать безопасно. И вторая составляющая – это проведение самих спортивных мероприятий, в которых уже люди принимают участие. То, что мы успели, потому что наши мероприятия очень зависят от погоды, которую мы включили. И те мероприятия, в которых они уже успели принять участие – это скандинавская ходьба, катание на велосипедах, это путешествия в горы. И сейчас мы ждем, когда ляжет снег. Мы уже закупили лыжи, и люди смогут уже совершать лыжные прогулки. И посещение бассейна. Если говорить о сложностях, которые у нас возникали в проекте, их практически не было, кроме того, что нам нужно было ориентироваться на состояние наших людей, которые участвуют в проекте, потому что диагноз, он имеет какие-то ограничения. И те планы, которые мы строили изначально по тем мероприятиям спортивным, которые мы планировали с этими людьми реализовывать, к сожалению, его пришлось немножко подкорректировать, исходя из того, что есть ограничения и особенности, которые следует учитывать, когда работаешь с группой онкобольных. Основной результат – то, что занятия спортом помогают в период реабилитации людям избежать каких-то осложнений в этой болезни. И вот мы вчера об этом говорили, и вот коллега, может быть, будет об этом говорить, что при реабилитации и занятии спортом намного меньше рецидивов происходит, и выздоровление идет быстрее. По-моему, даже цифру говорили 13%, что-то такое, с 18 даже, да. Субтитры создавал DimaTorzok